Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию Иакова, брата Господня. И сегодня мы будем читать и рассматривать третью главу этого послания. В этой главе апостол порицает честолюбивые амбиции и высокомерный, повелительный язык показывает, что обуздывать язык есть наш долг. И это служит нам во благо, так как он, наш язык, обладает силой творить зло. Верующие особенно должны контролировать свой язык. Об этом с первого стиха, третьей главы, послания Иакова до 12 стиха. Далее. Истинная мудрость делает людей кроткими, избегающими сварливости и зависти. И по этому признаку эту мудрость можно легко отличить от мудрости земной и мудрости лицемерной. Это с 13 стиха и до конца. Итак, первый раздел с первого по 12 стих говорится об опасности, которую надо контролировать, следить за своими словами. Как и Христос говорит, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И мы читаем первый и второй стих. Иаков, брат Господень, пишет «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, Могущий обуздать и все тело». Здесь апостол Иаков прежде всего предупреждает церковных учителей, проповедников и наставников веры, что не все могут быть учителями, потому что каждый учитель церкви подвергается постоянным нападениям. На его счет злословят, клевещут, поносят то служение, которое он совершает и обращают внимание на каждую ошибку. При этом Иаков устанавливает, что все мы, то есть все служители церкви, много согрешаем. Возникает вопрос, но как тогда учиться у тех, которые много согрешают? На чем настаивает Иаков, брат Господень? И где найти совершенных учителей и наставников, которые не согрешают хотя бы в словах? Смотрите, что пишет апостол Павел. Это послание к римлянам, 3 глава, 10 по 12 стих. «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Это приговор Слова Божия всем нам, и священнослужителям, и мирянам, и верующим, и неверующим. Смотрите, что апостол Павел пишет о самом себе. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Послание к римлянам, 7 глава, 22-24 стих. Реально все находятся в состоянии того или иного греха. Даже Пресвятая Дева Мария, хотя она не имела по преданию церкви личных грехов, она была причастна по учению православной церкви к первородному греху, и так же, как и все, нуждалась в воскупительной крови Сына Божия. Блаженный Августин предлагает нам следующее решение. «Служители Церкви Божией не перестают быть орудиями благодати Божией, хотя бы сами не были святыми. Каков бы ни был священник, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу, его поучения, если содержат истину, полезны для других, его священодействия имеют всю силу для верующего. За себя он сам даст ответ Богу, но для паствы он есть истинный пастырь». То есть благодать наставления в вере, благодать молитв и таинств действует в честь любого священнослужителя. Преподобный Ефрем Сирин писал, «Если не знаешь, о каком иерее, достоин ли он сана или недостоин, то не презирай его ради заповеди Христовой, как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам, так, подобно сему и священство, не делается оскверненным от человека, хотя бы принявший был и недостоин». А святитель Иоанн Златоуст настаивает на том, что те, которые начинают презирать священника, рано или поздно они дойдут и до богохульства, то есть до презрения к Богу. Он пишет, «Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога, а кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога. Если кто преподает правые учения, то смотри не на жизнь его, а на слова в отце», то есть в родном отце. «Хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын покрывает все». Таким образом, не будем смущаться словам Иакова, которые он произносит от лица и всех христиан, и всех апостолов, «Все мы много согрешаем». Ибо сила Божия в немощи и совершается. Далее мы читаем с 3 стиха и ниже. «Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как бы невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормщий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». То есть, отцы, братья и сестры, если с нашего языка хочет сорваться что-то неприязненное, оскорбительное, остановите движение языка, умолкните, положите ограждение устнам своим, ибо это воспаление от гиены. Седьмой стих и далее. «Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Из тех же уст исходит благословение и проклятие. «Не должно, братья мои, всему так быть». То есть очень важно нам остановить течение гнева. И как это сделать? Я всегда советую, как только гневливость приступает к вам, переходите на медленную речь, ибо тот, кто может контролировать то, что он говорит, он может контролировать и чувства, которые стоят за его словами. Далее апостол Иаков, брат Господин, излагает важную истину, общий принцип. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница, приносить маслины или виноградная лоза смоквы?» Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Это очень важный общий принцип. Если мы признаем, что церковь есть церковь, и знаем, что из одного источника не может течь сладкая и горькая вода, то мы не можем вести себя так, что-то брать от церковного учения, а что-то не брать. Как протестанты, неопротестанты, они взяли Библию из рук церкви, но не взяли священного предания. И с чем они остались? Со своим субъективным пониманием Слова Божия. Мартин Лютер взял Библию из рук Рима католической церкви и стал субъективно истолковывать ее по-своему. Сектанты, неопротестанты на территории нашей страны, они пользуются синодальным церковным переводом, но взяв Библию, они не взяли церковного понимания. Как будто бы из одного источника может одновременно течь и сладкая и горькая вода. Итак, если вы взяли Библию и вы с уважением относитесь к библейскому канону, возьмите и предание в церкви. А если вы ставите под сомнение предание церкви, поставьте под сомнение библейский канон. Ибо истина из одного отверстого источника не может течь сладкая и горькая вода. Не может, братья мои, смоковница, приносить маслины или виноградные лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Далее Иаков, брат Господин, рассуждает о том, что истинная мудрость делает людей кроткими, то есть настоящая истина, избегающими сварливость и зависть. И по этому признаку ее легко можно отличить от мудрости земной, пустой и лицемерной. Об этом с 13 стиха и до конца. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там и устройство, и все худое. И смотрите, что пишет Беда Достопочтенный. «Сердце подобно корню, содержащему в себе все плоды, происходящих из него действий. Если кто в небрежении сердца действует из ревности, ревности по вере или раздора, то его добрые дела, сколь праведными они бы не выглядели в глазах человеческих, непостоянны и переменчивы, поскольку не основываются на едином небесном якоре». Оказывается, если нет у нас небесного якоря, а этот якорь есть любовь, мы проявляем ревность о вере, обличаем раскольников, еретиков, осуждаем отца-настоятеля, епископа, замахиваемся на высших иерархов церкви. «Это пустое то, что ничего не приносит человеку положительного, ибо такие рассуждения, такая ревность, она не основана на едином небесном якоре». И смотрите, что сказано про этот небесный якорь. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий, то есть металлическая погремушка. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Без любви, как без небесного якоря мы не можем проявлять подлинную ревность о вере и подлинное дерзновение в ней. Далее 17-18 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». То есть важно иметь любовь, как небесный якорь во всех поступках и действиях, и важно хранить мир, то есть не проявлять никакой гневливости, сдерживая и контролируя свою речь. Бедодостопочтенный пишет, «Мудрость кратка, когда она обладает Вышним, умеет любить. Это добродетель святых проповедников, противостоит глупости, горечи и раздора и объединяет Себя в любви, мире и согласии со всяким ближним». Конец цитаты. Христос учит нас о любви даже к нашим врагам. И мы читаем Евангелие от Матфея, 5 глава 44 по 48 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Итак, совершенство Бога, которому нас призывает Христос, Христос заключается в одинаковом хорошем отношении, как к ближним нашим, так и к врагам нашим. Отцы Церкви заповедовали нам любить даже еретиков, сектантов и язычников. Святитель Иоанн Златоуст писал, «Еретические учения, несогласные с принятыми нами, должно проклинать и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении». Конец цитаты. Также Златоуст дает совет, как надо обличать упорного еретика, без ненависти, без отвращения, без преследования, но оказывая искреннюю и истинную любовь к нему. Также Златоуст пишет, это его гамилия на первое послание к Тимофею, беседа шестая, «Не бойся молиться за язычников, и он, Бог, этого хочет. Бойся только проклинать других, потому что этого он не хочет». А если надо бы намолиться о язычниках, то, очевидно, и об еретиках, потому что обо всех людях надо молиться, а не преследовать их. Итак, имеем ли мы мир даже с противниками нашей веры, с нашими личными врагами? Имеем ли мы любовь к ним? Это и определяет, причастны ли к божественной любви спасительной мы или нет. Итак, сегодня отцы, братья и сестры мы сделали обзор третьей главы послания Иакова, брата Господня. Если мы будем живы, и Господь позволит, в следующий раз мы будем читать и делать обзор четвертой главы, предпоследней главы этого же послания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok